Отключить эмоции, усилить чувства. Избавиться от боли или вылечить любую болезнь. Это наша реальность или эзотеризм? Меня зовут Алина Панфилова и сегодня в программе «Ближе к телу» – биологически активные точки. Испокон веков, стремясь избавиться от боли, человек инстинктивно растирал ушибленные места. При этом выявлялись болезненные точки, на которые он воздействовал. При археологических раскопках были найдены каменные, костяные и бамбуковые иглы различной формы и величины. Добыча огня послужила толчком для развития метода прижигания. Его длительное применение и иглоукалывание позволили выявить определенные закономерности при воздействии на ту или иную точку. Воздействие на одни точки было эффективно при одном заболевании, на другие – при другом. Точки получали свои названия и топографическое описание. При этом их начали группировать по определенным линиям, получившим в дальнейшем название каналов. Родиной открытия точек традиционно считается Китай. На Востоке понятие человека и здоровья неразрывно связано с ЦИ – жизненной энергией человека. Философия гласит – разум есть тело. Болезнь – это дисбаланс и нарушение циркуляции ЦИ. Европейское мышление от китайского отличается в том, что европейцы тело разделяют на кусочки и органы. Все болит одно – надо его лечить. У китайцев есть понятие в китайской традиционной медицине – понятие меридианов. Это совокупность биологически активных точек, каналов, обобщенная. И под органом понимают и сам орган, и все системы его обеспечивающие, и настроение, которое помогает работе этого органа. Соответственно, чтобы достигнуть чистоты ума, спокойствия головы, нужно работать над всем телом. Только головой не обойдется. На теле человека находятся более шести сотен акупунктурных точек. Интернет-сеть изобилует россыпью информации об их целебных свойствах – точках долголетия, точках для похудения, точках для улучшения сна. Возникает вопрос, действительно ли это так работает. Нажал на запястье, избавился от боли в желудке, прикоснулся к затылку, снял стресс. Оказывается, что нет. Если разово воздействовать на точку, она проснется, активизируется, но чуда не произойдет. Чтобы добиться видимого эффекта, необходимо планомерное воздействие сразу на группу точек, связанных одним каналом. Чем больше точек задействовано, тем больше каналов открывается, а значит и энергия ци начинает свое движение в теле. Биологически активные точки – это система с комплексным подходом. Куда входит и образ жизни, и физическая активность, и питание. Вокруг этого принципа построены почти все восточные методы лечения и боевые искусства. Роман – учитель ушу, кунг-фу и цигун в собственной школе восточных единоборств. Своё просвещение он начал 8 лет назад, будучи программистом. Пришел просто потому, что стал замечать, что боли приходят, боли в суставах, подвижность ограничивается. Я всегда был спортивным, считал себя подвижным, путешествовал на велосипеде, по разным странам, континентам, сноубордом, даже парашютный спорт. А компьютер стал убивать все это, то есть его сидячая работа. И я попробовал заниматься совершенно случайно, мыслей не было. Заинтересовался кунг-фу, а через кунг-фу уже пришел к цигун. Цигун – это оздоровительная гимнастика, которая веками практикуется в Китае. Ее ключевые моменты – расслабление и глубокое дыхание, которые необходимы для равномерного течения ци по телу. Важно не столько четкое выполнение движений, сколько глубинное понимание принципов, на основе которых работает практика. Цигун позволяет человеку совершенствоваться без оглядки на возраст. В отличие от физической силы, убывающей с возрастом, внутренняя мощь цигун с годами практики возрастает. Ученики романа это подтверждают. И втянуло. Втянуло так, что сейчас пытаюсь уже выйти на уровень хотя бы соревнований и можно участвовать, уже представлять Алтайский край, независимо от возраста. Потому что я сам думал изначально, что благодаря тому, что, наверное, уже перешел за рубеж 40 лет и не смогу определенные виды сделать, согнуться, либо как-то еще сесть на шпагат, но все получилось благодаря преподавателю. А как быть с теми самыми киношными боевыми приемами, где соперника в прямом смысле вырубают толчком пальцев? Утка? Не совсем. Оказывается, если на точке воздействовать резко и с силой, это вызывает внезапные бесконтрольные выбросцы, которые выводят из строя нормальную работу внутренних органов, как следствие потеря сознания, остановка дыхания и даже сердца. Впрочем, суть боевых единоборств совсем не в том, чтобы искусно вредить телу. Как и цигун, они воспитывают дух. Сегодня мы можем заключить, что цигун, в принципе, можно объяснить с позиций современных достижений знаний науки, медицины, психологии. Многие пытались объяснять те или иные явления, как раз таки используя термины мистики и эзотерики. И сегодня мы иногда можем слышать отголоски из тех древних времен. Но, тем не менее, наука развивается, и я думаю, что в дальнейшем мы сможем услышать более понятные, более доступные объяснения эффективности этим практикам. А то, что они работают, и то, что их мы можем рекомендовать, это, безусловно, факт, и сегодня он активно подтвержден рядом исследований. Решено! Хочу быть здоровой, спокойной и с сильной ци. Начну завтра же. Понедельник. Посетить урок кунг-фу, носителя древнегитайского знания, или можно просто записаться в обычную земную поликлинику. Давайте узнаем это прямо сейчас. Попали? Уколчик есть? Сейчас, да. Эта хрупкая девушка Александра – одна из немногих эндокринологов, практикующих акупунктуру в лечении своих пациентов. Акупунктура, рефлексотерапия или иглоукалывание – это форма альтернативной медицины и ключевой компонент традиционной китайской медицины, при котором тонкие иглы водятся под кожу. Своё начало метод берёт в неолите, но первое свидетельство об использовании двух конкретных акупунктурных точек – Сан-Ли и Фэй-Шу – датируется первым веком нашей эры. Что интересно, Александра, так же, как и Роман, в своей практике придерживается китайской философии. Если энергия течёт по каналам своим спокойно, беспрепятственно, заболеваний нет, никаких болезненных ощущений нет, ни боли, ни дискомфорта, ни нарушений. Если под воздействием каких-то факторов у нас нарушается движение ци или энергии, то появляются как раз любые симптомы. Симптомы могут быть самые разные – от усталости до бесплодия. Иглоукалывание в этом случае направлено на восстановление течения энергии в правильном направлении. Хорошо профилактировать все заболевания с помощью китайской медицины. И когда я начала этим увлекаться, подробно заниматься, обучаться, поняла, что действительно эффект колоссальный. То, что мы привыкли лечить препаратами, можно лечить иглоукалыванием. Но давайте подробнее остановимся на самой точке. Как прокол участка кожи может воздействовать на внутренние органы? Каждая биологически активная точка посредством рефлекторных связей, их иначе в простонародье называют меридианами и каналами, это некие рефлекторные связи. Связи с чем? С внутренними органами. То есть каждая точка связывается с конкретным органом, либо системой органов. Что дает эта связь? Эта связь нам позволяет при наличии болезни, либо каких-либо патологических изменений во внутренним органам, это влечет за собой изменения в электрофизиологии, скажем так, самой биологической активной точки. И эти изменения мы можем оценить. Это такой диагностический прием оценки биологической активной точки и, соответственно, заинтересованного в патологии органа. В здоровом теле здоровый дух. И наоборот. Восточная медицина утверждает, что тело и душа неразрывно связаны, а значит, подходить к лечению нужно комплексно. Я забыла, что такое мигрени, хотя раньше совершенно ничего не помогало. И вот здесь действительно ты видишь эффект. Ты видишь эффект, ты понимаешь, как это работает, насколько это быстро. И уже, соответственно, ты пациенту можешь действительно сказать, это работает, это работает, ну да, это, допустим, не за пять минут, не за месяц, но от хронического тяжелого состояния можно исцелиться за год полностью. Теперь девушка улучшила не только свою жизнь, но и каждый день меняет жизни своих пациентов. Выходит, гармония в душе – прямой путь к здоровью? На самом деле тело – это основной ресурс каждого человека. И без тела нет личности, нет психики, нет желаний, сомнений, чувств, нет этого самого «я». Когда мы отделяем тело от сознания, от эмоций, от чувств, то мы разделяем, мы расщепляем человека. Хотя на самом деле человек един. Знакомьтесь, это Ксения. Сейчас она называет себя проводником эмоций, но еще полгода назад она была их заложником. Ксения искала способ исцелить себя от психологической травмы и нашла – с помощью точек и гвоздей. Гвоздетерапия – это практика стояния или лежания на доске садху. Предполагается, что первыми доски садху стали использовать йоги-отшельники, практикующие отречение. Одни принимали обеты молчания, другие переставали стричься, третьи спали на досках с гвоздями. Таким образом, они аккумулировали в себе живую энергию духа, освобождаясь от телесных концепций ума. Я думаю, что в жизни каждого человека однажды наступает период, когда сложно прожить свои эмоции. В тот момент я случайно в интернете натолкнулась на гвоздотерапию. Именно терапию, не просто гвоздестояние, как это делают йоги, а именно на духовный процесс, который помогает прожить определенные ситуации в жизни, освободиться от каких-то негативных эмоций. И я тогда поняла, что это точно то, что мне нужно. Гвозди — это не просто про боль. Они помогают справиться с гневом, страхом, напряжением и повседневным стрессом. Через тело естественный доступ к психике проще. И, соответственно, давая своему телу разгрузку, разрядку, подпитку, ресурсирование, вы даете то же самое своим эмоциям, своей душе, своей психике и сознанию. В данном случае гвозди превращаются в инструмент терапии, когда человек делится своим запросом, делится своим намерением через какие-то практики духовные, через медитации и просто через психологический подход, который используется перед самой практикой. Потому что это очень важно. Если мы просто встанем на гвозди, скорее всего, мы сразу же соскочим с них. Потому что те чувства, то состояние боли, которое испытывает в этот момент наш организм, мозг его просто не принимает. В процессе практики, как правило, люди проживают эмоции по-разному. Кто-то кричит, кто-то плачет, кто-то смеется или просто молчит. Чем объясняются такие разные реакции? С точки зрения психосоматики, это объясняется через такое понятие, как телесные зажимы, телесные блоки. И те события, которые происходили, накладывают тот или иной отпечаток на психику. Чем более в раннем возрасте происходили травматичные события, тем сильнее они отпечатываются в теле через телесные зажимы, блоки, так называемый мышечный панцирь. Мышечный панцирь формируется со стоп. На них находится большое количество активных точек, поэтому и зажимы прорабатываются с особой силой и волью. Такой вид терапии подходит не каждому. Помимо медицинских противопоказаний, важную роль играет и самоощущение человека. Бывает такое, что человек встает и уходит, потому что он говорит, нет, на самом деле я не готов. Поэтому здесь очень важный момент в терапии – это именно готовность. Готовность встать – это прожить, что-то отпустить или, наоборот, что-то приобрести. Удивительно, но психологи, врачи, проводники, мастера боевых искусств говорят об одном – разум и тело неделимы. Одно не может существовать без другого, а значит наша жизнь – это большая работа над собой, справиться с которой может помочь правильное понимание телесности. А теперь – правда и мифы. Акупунктура – это противоположный медицине метод лечения. Это миф. Иглоукалывание, прижигание и другие воздействия на точки практикуются неврологами, эндокринологами и рефлексотерапевтами. Восточные боевые искусства основаны на касании болевых точек. Это миф. Главный их принцип строится именно на циркуляции энергии, а болевые приемы и вовсе не приняты. Если посещать сеансы иглотерапии в течение нескольких месяцев, можно избавиться даже от хронических заболеваний. Это правда. Комплексный подход и грамотный специалист могут вылечить болезнь даже на поздней стадии. Меридианы, энергия ци, пустота. Не обязательно уноситься вглубь доосизма, чтобы понять одну важную вещь. Исцеляться – значит быть целым, как наш с вами организм. Меня зовут Алина Панфилова, и сегодня ближе к телу были биологически активные точки. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok